Уважаемые братья и сестры, большая милость Всевышнего Аллаха Субханного Аталя по отношению к нам является то, что Всевышний Аллах дал нам возможность в этом году соблюдать пост в этот священный месяц. Это большое благо и большая милость. Поэтому посланник Аллаха Саллаллаху Алейбасалям в одном из хадисов сказал «Никогда не желайте себе смерти. Иногда человек по причине тяжелых испытаний и трудностей в своей жизни начинает желать смерти. Да, он не делает ничего для того, чтобы покончить с собой, потому что это очень большой грех, самоубийство. Одним из страшных грехов является в нашей религии. Но человек, иногда у него появляются мысли «Может быть, лучше было бы, если бы я покинул этот мир. Мне тяжело, пусть Всевышний Аллах меня заберет. Хорошо будет, если я умру. Иногда человек начинает желать самому себе смерти». Поэтому посланник Аллаха Саллаллаху Алейбасалям сказал «Никогда не желайте себе смерти, потому что каждый прожитый день – это благо для верующего человека. Каждый прожитый день – это благо для верующего человека. Потому что Всевышний Аллах дает нам возможность еще раз приблизиться к Нему посредством благих дел». Каждый день прожитый – это пять обязательных намазов, молитв, которые по награде ни с чем на земле не сравнятся. Посланник Аллаха Саллаллаху Алейбасалям сказал «Две молитвы перед утренним намазом, перед фаджером. Это сунна намаз, необязательно. Сунна, два раката сунны перед утренним намазом. Лучше, чем весь этот мир и все, что в нем есть. Весь этот мир с его красотами, богатствами, он вот этот два раката лучше по степени. Что же говорить тогда об обязательном намазе Афарде? Это невозможно. Мы не можем оценить. Наш мозг, разум не может объять, какая огромная-то польза обязательный намаз совершить. Если человек в течение дня сможет совершить пять обязательных намаз, еще один день прожил, еще пять намазов совершил, это огромное благо. Невозможно представить, какую благо и пользу человек получит в этой жизни, и прежде всего в вечной жизни. И если человек прожил еще один год, сколько благ Аллах Субхану Али и возможностей ему дает, сколько молитв обязательных будет совершено в течение этого года, сколько дополнительных молитв, сколько дополнительных постов, сколько будет выплачено заката, пожертвований, сделано, сколько будет совершено благих дел, помощь неимущим, поддержка родственных связей, чтение Кур'ана и другие виды поклонения, каждый год человеку Аллах дает возможность съездить в Харс, совершить умру, и также большая возможность, которая дается раз, только раз в году, это постмесяц Рамадан. И поэтому, если Аллах дал нам возможность еще раз в жизни своей соблюдать постмесяц Рамадан, это большая милость, большое благо, мы должны благодарить Всевышнего Аллаха и ценить это. Сколько людей не дожили до этого месяца, хотя всем, всей душой и сердцем они желали поститься еще раз в этом году, но Аллах не дал им возможности, они покинули этот мир. Поэтому, если Всевышний Аллах дал нам еще раз соблюдать постмесяц Рамадан, это большое благо, большая милость, и мы должны постоянно помнить об этом и благодарить нашего Творца. И что такое пост? Чтобы понять сущность поста, необходимо вернуться к его определению. И ученые всегда, когда объясняют какое-либо определение, какой-то термин, они всегда упоминают его языковое значение. Потому что все религиозные термины берутся из обычного разговорного языка. Поэтому слово ассоум или ассиям, пост, что оно означает? В арабском языке ассом, ассиям, это имсяк, это воздержание. Неважно, от чего человек воздерживается. Может быть, он воздерживается от лишних слов. Это тоже сом, сиям на арабском языке. Может быть, он воздерживается от каких-то действий, от каких-то поступков, от каких-то дел. Все это в арабском языке означает сом, сиям, воздержание. Поэтому Всевышний Аллах об этом говорит в Куране. Марья, мать Айса, алейхиссалям, говорит в Куране. Я дала обет для милостивого, то, что буду соблюдать саум. Саум мы понимаем, что это пост. Но в этом аяте имеется в виду под словом саум. Не пост, который мы понимаем в шариатском термине. Под словом пост имеется в виду воздержание. Я дала обет воздержания своему Господу и Творцу. И дальше продолжение этого аята объясняет, что за воздержание это. Фалян укалли мальйоума инсия. Поэтому я сегодня ни с кем из людей не буду разговаривать. Поэтому в этом аяте под словом саум имеется воздержание от речи, от слов дала обет, что ни с кем она не будет сегодня разговаривать из людей. Что же касается шариатского термина саум саям, ученые дают ему такое определение. А саум хуа им сяк. Это воздержание. Но воздержание от чего? Аниль муфтыраат. От того, что нарушает пост. От того, что пост делает недействительным. И то, что делает пост недействительным, основные три вещи. Это когда человек употребляет пищу, пьет воду или напитки какие-либо, или совершает близость. Вот это основные вещи, в котором нет разногласий. И также есть другие вещи, в которых ученые некоторые, большинство едины в том, что это нарушает пост. В некоторых есть разногласия. Некоторые ученые говорят, что это нарушает пост, это нельзя делать во время поста. Другие дозволяют это. Это подробно написано в книгах по фигу, разъясняется. Поэтому определение аниль муфтыраат, воздержание от того, что нарушает пост, является более лучшим. То есть не надо упоминать каждое, что нарушает. Все, что ты считаешь, что это нарушает пост, и то, что объяснили ученые, от этих вещей мы должны воздерживаться. И сколько мы должны воздерживаться? Какое время? Минтулю, альфаджер, иляху. Это воздержание от появления рассвета, то заходы в солнце. Поэтому начало воздержания появления рассвета. Не надо ждать, когда солнце начнет восходить, или когда станет светло, рассвет уже распространится повсюду и начнет светать. Нет. Тулю, альфаджер – это появление рассвета. Если на горизонте появилась белизна, которая начала распространяться на горизонте, несмотря на то, что вокруг еще темнота, кромешная, на горизонте появился рассвет, полосочка рассвета начала распространяться. Все, с этого момента нельзя употреблять то, что нарушает пост. От всего этого мы должны воздерживаться. И продолжается до захода солнца. До захода солнца. Вот это пост. Это пост. Поэтому некоторые люди могут сказать, кто-то если из людей скажет, я буду пост соблюдать полдня, или несколько часов, то этот пост не является постом в шариатском значении, потому что пост – это от рассвета, от появления рассвета до захода солнца. И если человек совершит то, что нарушает пост, хотя бы за минуту до захода солнца, до исчезновения диска за горизонтом, за минуту, то его пост не принимается. Он становится недействительным, и человек этот день должен будет потом возместить. Поэтому воздержание должно быть от рассвета появления до захода солнца. Бинятит-таабуд с намерением поклонения. Иногда человек воздерживается от всего того, что нарушает пост, от рассвета до захода солнца, но при этом у него нет намерений. Может, он соблюдает пост только для того, чтобы похудеть, или для лиеты, или у человека, или просто нет желания есть и пить. Вот нет у него желания, не было до захода солнца. Солнце село, у него появилось желание. Это не пост. Или человек не имел возможности. Он хочет есть, пить, но нет у него возможности. Он не находит ничего, чтобы поесть и покушать. От рассвета до захода солнца, после того, как солнце село, он нашел, что поесть, что попить. Это не пост. Он не соблюдал пост, потому что у него намерений не было. Поэтому наше намерение должно быть довольство Аллаха Субханава Аталя, прежде всего поклонение. Поэтому некоторые, когда начинают соблюдать пост, заходят в пост с таким намерением. Особенно это у нас среди мусульман, которые еще далеки от религии у нас, которые не практикуют еще. Многие из них, несмотря на то, что не совершают намаз и не ходят в мечеть, они соблюдают все же пост. И некоторые из них заходят в пост с таким намерением, чтобы немножко сбросить вес, чтобы польза для здоровья была с таким намерением, они заходят в пост и соблюдают пост некоторых в течение всего месяца Рамадан. Такой пост не принимается. Поэтому самое главное, основное намерение человека должно быть довольство Аллаха. Получить его довольство, заслужить его награду, приблизиться к нему. Это должно быть главным и основным намерением. Если этот человек является главным основным намерением, то не повредит ему его посту второстепенные намерения. Да, кроме этого, он еще намеревается и сбросить вес, и чтобы пользу и для здоровья получить, и что-то другие, какие-то пользы, мирские, может быть, есть в этом. Но главное, основное намерение должно быть это довольство Всевышнего Аллаха. И польза и мудрость поста их очень много. Одним из основных мудростей поста является то, что пост нас объединяет. Кроме месяца Рамадана, Всевышний Аллах нам также в течение всего года дает возможность соблюдать пост. Можно в понедельник соблюдать пост, можно в четверг, можно в белые ночи, 13, 14, 15, середина месяца. Есть другие посты дополнительные и сунна, но эти посты кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает. И большинство обычно не соблюдает. Малая часть, кто старается в течение года каждую сунну выполнять. Но когда наступает месяц Рамадан, все мусульмане на земле, неважно, где они живут, здесь или в Африке, или в Австралии, вся община, как единая семья, как единый организм, он начинает соблюдать пост. Все мусульмане, которые живут, более миллиарда мусульман на земле, они все дружно начинают соблюдать пост в месяц Рамадан. Это объединение. Пост объединяет нашу ум, общину, делает ее крепкой, сильной, единой. И кроме поста также в этот месяц мы собираемся вместе в мечетях для совершения молитвы дополнительных таравих или тахаджуд. Это тоже нас объединяет. Если в обычный день мы посмотрим, сколько людей собирается на ночном намаз, то не так много, но в месяц Рамадан мечети во всем мире наполняются молящимися. Что привело их, что их объединило, это месяц Рамадан объединяет нас в молитвах дополнительных в таравихах. И также вместе мы разговляемся, собираемся и в мечети, чтобы вместе разговляться. Все это нас объединяет постмесяц Рамадан. Также постмесяц Рамадан дает нам возможность оценить те блага, которые мы не ценим в обычные дни. Человек в обычные дни мечтает о чем-то большом, чтобы увеличить свой капитал, чтобы там построить дом, купить хорошую машину, что-то еще. О каких-то больших вещах человек мечтает, желает и не ценит то, что у него есть кусок хлеба на столе, что у него есть возможность что-то поесть, что-то попить. Он не ценит, он считает, что это что-то незначительное, неважное. Но когда человек в течение всего месяца Рамадан каждый день ощущает на себе этот голод и ощущает на себе эту жажду, которая мучает, страдает, возможно, он сильно от нее, он понимает, что какое благо огромное, то, что Всевышний Аллах дал нам возможность каждый день питаться, что у нас есть пища на столе, что у нас есть чистая питьевая вода, какое это огромное благо. Можно прожить, да, без интернета, без ноутбуков, айпадов, айфонов, да, дорогих автомобилей, роскошных там, дворцов, можно прожить, но какова бы наша была жизнь на земле, если бы не было пищи, которую мы каждый день вкушаем, если бы не было чистой воды попить, и именно во время поста мы осознаем и понимаем, насколько милость Аллаха по отношению к нам велика, что каждый день нам дает пищу. И также во время поста мы понимаем, насколько в тяжелом положении находятся нуждающиеся люди. У нас пост, да, мы сейчас испытываем голод и жажду, нам, возможно, тяжело, но мы знаем за ходом солнца, у нас есть чистая вода в доме, холодильник полон продуктов, еды и пищи, но есть люди, которые с заходом солнца, у них в холодильнике волшебным образом продукты не появляются, и вода чистая в них не появляется. Есть на земле люди, которые страдают от недостатка воды, еды, и когда человек на себе ощущает этот голод и жажду, он понимает, в каком же тяжелом находится положение люди, нуждающиеся и бедняки, которые страдают от этой проблемы, и это побуждает его помогать этим нуждающимся людям. И также пост, месяц Рамадан, пост, он учит нас терпению, да, вот она, еда есть, близко, вот, протяни руку, вот она, возьми ее, один в комнате, никто не видит, никто не узнает, никто не услышит, но мусульманин держит себя в руках, потому что он знает то, что это нарушит его пост, он знает, что ослушается своего Творца и Создателя, и он держит себя в руках, он проявляет терпение, и благодаря посту тоже вырабатывается терпение человека, и также одной использованием является то, что благодаря посту человек избавляется от многих дурных привычек, которые он совершает, возможно, в другие месяцы, года, но во время поста человек, многие люди избавляются от многих своих дурных привычек, которые Всевышний Аллах запретил для мусульман. И, конечно, самая главная цель поста и основная это достижение богобоязненности. Поэтому Всевышний Аллах, Субханаватиля, говорит нам в Коране, «Яй, и те, которые уверовали, ку-тибе, предписан был алейкум ас-сиям, предписан вам был пост камаа ку-тибе аля ля-лядина мим хоблихам». Так же, как он был предписан тем, кто жил до вас, ла-ля-кум тат-такун, чтобы вы достигли богобоязненности. В этом аяте Всевышний Аллах говорит ку-тибе форма, которой не упоминается тот, кто совершил действие. В арабском языке ка-табе написал или предписал ка-табе. Кто-то написал, предписал ка-табе. А ку-тибе было предписано, было написано. Или другой глагол бараба ударил. Дараба ха-амидун заидан. Дараба ха-амидун заидан. Ударил ха-амид заида. Предложение арабское. Но можно сказать ду-ри-ба заидун. Ударили заидан, но кто ударил не упоминается. Ду-ри-ба заидун. Эта форма глагола используется в арабском языке тогда, во-первых, когда неизвестно, кто совершил действие. Кто совершил действие, непонятно, кто ударил, и говорят ду-ри-ба был ударен, ударили заидан. А иногда наоборот, напротив, из-за очевидности того, что кто совершил это действие, не упоминается. И вот в этом аяте это второй случай. Аллах говорит ку-ти-ба предписано было вам. Аллах не сказал, Аллах предписал ка-таба лоху ля-кум. Аллах сказал ку-ти-ба было предписано из-за очевидности и ясности. Потому что никто в нашей религии не может нам что-либо предписать. Ни муфти, ни имам, ни хазрат, никто не может внести в религии то, чего в ней нет. Или добавить, или что-то убрать. Все, что в нашей религии есть, мы берем от кого? От Всевышнего Аллаха. Берем из Курана, из Сунны, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаллина. По этой причине, из-за очевидности Всевышнего Аллаха говорит, ку-ти-ба было предписано. А кто предписал? Конечно, Аллах. Это ясно для каждого верующих. Так же, как был предписан тем, кто жил до вас. Из этого аята мы понимаем, что пост был обязательным не только для нас. Пост соблюдали все пророки и посланники. От Адама, алейхи салям, и кончая нашим пророком Мухаммадом. И все общины, все последователи этих пророков, все верующие, неважно, в какое время они жили, две тысячи лет назад, или пять тысяч лет назад, все они соблюдали пост. Для них был обязательный пост. И также Аллах и нашей общине также предписал пост. Поэтому некоторые ученые говорят, сходство в обязательности. Им было обязательно, и нам Аллах вменил в обязательность. Хотя, возможно, различия в посте могут быть разные. Может быть, в разное время было им предписано, количество дней может быть отличалось, но в самой сущности сам пост был обязательным. Был у них обязательный пост в их религии, в их шариате был обязательным для них пост. Некоторые же ученые говорят, что предписан был пост вам так же, как был предписан им, до вас имеет сходство во всем. То есть им тоже было в месяц Рамадан предписано, им тоже количество дней такое же было, и форма поста тоже такое же, от рассвета до захода солнца и от тех же вещей они воздерживались, все одинаково было. Некоторые ученые говорят, предписан был вам так же, как предписан был тем, кто жил до вас. Абсолютно один в один тот же пост. Но по происшествии времени было это утеряно, искажено, добавлено, убавлено, и поэтому если мы сейчас посмотрим, то пост мусульман, христиан, иудеев, они различают и количество дней, и форма соблюдения поста, и в разное время.